Привет всем! И сейчас я расскажу про еще один вид циклов, цикл while. Как мы знаем, в Java есть несколько видов циклов, и цикл while, собственно, довольно распространенный, точно так же, как и цикл for. Достаточно, наверное, для тех, кто знает английский язык, понятно, что while это означает, что мы делаем, пока что-то выполняется. Как пишется цикл while? Ключевое слово while. Ну и здесь должно быть условие, что, собственно, должно выполняться, и тело. Ну, допустим, давайте введем переменную i, равную 0, и заведем условие. Если i меньше 5, то мы печатаем i. Здесь идея даже нам подсказывает, и тут надо следить, конечно же, за тем, что у нас происходит. мы не должны забыть увеличить переменную, по которой мы итерируемся. В общем-то, достаточно распространенная ошибка, я вот часто очень в такую ситуацию попадаю. Давайте запустим. Ну и мы видим, да, 0, 1, 2, 3, 4. Что произошло? i равно 0, и меньше 5, да, и меньше 5. Печатаем 0, увеличиваем на 1, проверяем условие. 1 меньше 5, да, и так далее. Когда i равно 4, мы увеличиваем i на 1, получается 5, и это условие уже не выполняется. А давайте посмотрим, что будет, если i равно, например, 8. Идея нам подсказывает, что ничего не будет. Почему? Потому что i равно 8, и мы проверяем сначала, что 8 меньше 5, нет, 8 не меньше 5, значит выходим. В принципе, здесь, опять же, можно использовать в качестве условия очень много, что и целые выражения, и всякие вещи, связанные с итераторами, например. Ну, это вы узнаете, скорее всего, позже значительно. В общем-то, главное самое, что здесь вот пишется в while условие, условие, по которому происходит выход. Один из достаточно распространенных вариантов цикла while, это while true. Что это означает? While true означает, что это бесконечный цикл. Он выполняется постоянно. Что нам делать, если цикл выполняется постоянно? Мы можем просто выходить из цикла, например, по условию какого-то. Слово break, в лекции про for мы говорили про break. Break позволяет выйти из текущего цикла. На самом деле поможет и return, но return, оно позволит выйти, собственно, из всей функции. Иногда именно это и нужно. Так, давайте напишем условие. Если i больше или равно 8, то break. Ну и напечатаем снова i. Мои предположения. Мы будем печатать 0, увеличивать 1. 1 больше или равно 8? Нет. Ну и, собственно, так мы будем печатать от 0 до 7, а здесь будет 8. Давайте допустим. Да, мы видим, да, что мы сумели выйти из бесконечного цикла с помощью ключевого слова break. А зачем это может быть нужно? Достаточно часто мы можем это использовать в ситуации, когда, например, у нас происходит пользовательский ввод. Помним, да, что когда мы считываем ввод пользователя, нам может понадобиться проверить, что пользователь ввел действительно корректные какие-то вещи. Ну, давайте я на примере со сканером покажу. Я думаю, что все уже в курсе, что это такое сканер. Ну, те, кто не в курсе, могут посмотреть про первую программу. Ну, или просто про сканер что-нибудь. Например, мы печатаем Введите число. И, собственно, ходим, ну, бесконечно выполняем цикл. Ну, с какой целью? Мы смотрим, что пользователь ввел. Ввел ли он число? Если он ввел число, то мы пишем Молодец. Молодец. Ну, и давайте приведем число это. Так, это я зря. Так, вот так. А иначе мы говорим Попробуй еще раз. Давайте запустим. Собственно, вот давайте я попробую И, Y, W, 540, и так далее. Ну, а теперь попробую число. Молодец, 837. Что произошло? Правильно. Программа все еще работает и предлагает мне что-нибудь ввести. В чем проблема? Проблема в том, о чем я предупреждала. Не забываем выйти из цикла. То есть не только не забываем переменную итерирование. На самом деле, самое главное сделать так, чтобы мы вышли из цикла когда-нибудь. Ну, не самое, конечно, не всегда это самое главное, потому что кое-где у вас вся программа может быть построена на том, что вы находитесь в бесконечном цикле. Особенно, если вы работаете с пользователем, все-таки интерфейсом, например, с консолью. Предлагаю в этом случае сделать break. Понятно, да? Пользуете все ввел правильно и выходим. Так, введите число. Попробуй еще раз. И еще раз. А теперь... Молодец, 7 вышли. Вот, собственно, за этим и нужен такой цикл Wild.ru. Поэтому знайте, что если вы увидите где-то такую конструкцию, то это означает, что человек, который ее использует, хочет, чтобы что-то работало постоянно, 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 пока не произойдет какое-то условие выхода. И это условие выхода не связано с какими-то переменными итерированиями, чем-то подобным. Чаще оно связано с каким-то, например, событием. Например, с тем, что пользователь ввел все правильно. Вот. Собственно, это, наверное, все по поводу цикла Wild. Надеюсь, что теперь вам более понятно, что это такое. И в следующий раз я расскажу о DoWile.